Всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Как и обещала, записываю видео по синих ароматах из категории люкс. Так же, как и в предыдущем видео, покажу вам пять ароматов, и они все тоже очень разноплановые. Какие-то из них уже фигурировали в моих предыдущих видео, но это только лишний раз подтверждает, что эти ароматы действительно мне очень нравятся. К слову говоря, прошу прощения, если вы здесь видите свет, я по-прежнему пытаюсь найти хороший ракурс, чтобы снимать видео. Если честно, думаю, что я остановлюсь на каком-то таком ракурсе. Вам нравится, когда на заднем плане моя коллекция ароматов, так что пусть будет оно так, не будем ничего особенно менять. И давайте не будем терять время, сразу же занырнем в ароматы. Первый аромат, который мне попадается под рукой, мне он очень нравится, это Armani Code Cachemir. Я уже про него как-то говорила, быть может, даже в предыдущих зимних ароматах 2018 года, мне кажется. Это очень приятный, сладкий, уютный, обволакивающий аромат. По мне он вполне резонно назван Кашемиром, но помимо того, что мы привыкли ассоциировать с Кашемиром, это что-то такое очень мягкое, уютное, комфортное, кремово-пудровое, может быть, мускусное, может быть, слегка сладковато-амбровое, то здесь добавляется ягодное звучание ко всей этой такой кашемирово-ванильной сладости. И очень правильно, на мой взгляд, подобран цвет флакона. Вот здесь покажу. Вот такой он какой-то переливчатый градиент от фиолетового через оранжевый опять к фиолетовому. Очень тот случай, когда правильно, на мой взгляд, подобрано цветовое оформление флакона. Собственно говоря, франшиза Armani Code существует достаточно давно, и классический аромат тоже очень приятный. Это середина 2000-х годов, это время, кстати, которое я с особенной теплотой вспоминаю, что касается люксовых ароматов. Это было прекрасное время для люксовых ароматов. Сейчас, конечно, такого уже ничего не выпускают, как в то время выпускалось, к сожалению. Но, тем не менее, вот этот фланкер Кашемир очень-очень достойный. Он будет держаться очень-очень долго на коже, а если он будет нанесен на одежду, то будет держаться еще дольше, то есть он очень-очень-очень стойкий. Прям даже я была удивлена, не припомню, чтобы какие-то другие ароматы были столь же стойкими. Но вот если вы искали сладко-ягодное звучание, не кислое, а вот сладко-ягодное звучание, уютное, комфортное на холодное время года, то обязательно обратите внимание на этот аромат. Если не ошибаюсь, у них есть несколько других фланкеров с названиями текстиля. То есть это Кашемир, у них есть сатин и шелк, по-моему. Эти два, если честно, я не пробовала, но вот Кашемир меня поразил. Я использовала пробник, и после этого поняла, что мне необходим полноразмерный флакон. Отличный аромат на осень и зиму. Обязательно послушайте этот аромат, особенно если вам нравится классический код от Armani. Следующий аромат – это пудровый аромат Narciso от Narciso Rodriguez. И у меня есть как вот такой миниатюрный флакон, так и я приобрела полноразмерный, настолько он мне понравился. Это очень качественный пудровый аромат. Он соседствует с запахом, знаете, такого талька, детской присыпки, baby powder, даже не знаю, как еще это назвать. Но это гораздо более благородное звучание. Если вы когда-нибудь бывали в Америке и слышали или слушали, обоняли, не знаю, знакомы с запахом детской присыпки американской, она очень удушливая. Я не знаю, что конкретно они туда добавляют. Здесь, конечно, такого нет. Это более качественный, знаете, запах такого, может быть, европейского уходового талька, который на руки наносит и так далее. Вот очень такой вот формат запах с приятными кремовыми аккордами. Кремовый аккорд очень приятный здесь. И очень тонкое бело-цветочное звучание, очень красивый именно льдистый мускус. В конечном счете создается очень приятное, тоже очень комфортное звучание. Этот аромат тоже вполне бы мог подойти в категорию кашемир или чего-то такого мягкого, текстильного, потому что он очень окутывающий таким коконом, очень комфортный аромат, который навевает какие-то воспоминания о детстве, если честно. Очень-очень приятный аромат. Я знаю, что далеко не все хорошо реагируют на пудру в ароматах. Для кого-то этот запах першащий, знаете, вот излишне пудровый. Но на мой взгляд это очень приятная такая молочная пудра. Это вот даже можно дома носить, знаете, для собственного комфорта, для расслабления. Очень-очень хороший аромат, не обременительный, на мой взгляд. Опять же, если вы хорошо реагируете на пудру, не обременительный аромат. И, ну так, знаете, я бы назвала его из категории wellness. В том смысле, что вы хорошо себя чувствуете, используя этот аромат. Мне он очень нравится. Следующий аромат совершенно из другой категории. Это цитрусовый аромат, который, вы знаете, вот он просто какое-то привыкание вызывает. Это далеко не первый у меня флакон этого аромата. Это американская марка Fresh. Плохо видно. Я плохо свет выставила, прошу прощения. Вот Fresh. Аромат называется Cetron de Vigne. То есть, это смесь цитрусовых и винограда. И что-то здесь есть такое, что перекликается с Tede Vigne. Есть такой аромат у Кадали. Тоже вот есть какое-то, знаете, такое виноградное, жмыховое какое-то такое звучание, которое перекликается с этим ароматом. Поэтому, если у вас нет возможности купить Fresh, посмотрите аромат Tede Vigne. Это как чай. Tede Vigne от Кадали. Тоже из этой категории. Уходовая, освежающая, цитрусовая виноградная вода. Вот. Это очень приятный цитрусовый аромат, который 100% у них секс. Отлично будет звучать на мужчинах. Сочетание сладковатого цитруса и вот такой вот виноградной какой-то кислинки. А вот, если честно, для меня вот просто вызывающие привыкание. Этот аромат хочется слушать. Хочется постоянно им пользоваться. Потому что он очень жизнерадостный, жизнеутверждающий. И сама композиция прекрасно сбалансирована между сладким, освежающим и кислым и свежим. И именно поэтому создается, знаете, ощущение аромата, который можно использовать и в пир, и в мир, и в добрые люди, как говорится. Вы можете его использовать немножко дома для собственного расслабления и удовольствия. Вы вполне можете носить его на работу. Этот аромат никого не будет раздражать или обижать. Он подойдет и мальчикам, и девочкам, и всех возрастов. Даже если вам хочется приобрести подарок для тинейджеров в вашей жизни, этот аромат прекрасно подойдет. Этот аромат также подойдет людям в возрасте. Он настолько универсален. Потому что каждый здесь найдет грань, которая ему нравится. Понимаете, для кого-то это больше цитрусовый аромат, для кого-то это больше в сторону винного звучания. Но тем не менее, это классный аромат. У меня уже третья бутылка этого аромата. Настолько я его люблю. У нас продается эта марка в Сефори, в американской. Я очень советую обратить внимание на этот аромат. Они не очень дорогие, но они действительно стоят того. Очень классные, ноские, очень политкорректные, но при этом яркие и жизнерадостные ароматы у этой марки. Кстати говоря, марка Фрэш, я уже упоминала, не единожды была создана иммигрантами из России. Поэтому мне вдвойне приятно поддерживать этот бизнес. Я всегда радуюсь, когда выходцы из постсоветского пространства добиваются успеха. Это здорово, на мой взгляд. Отличный аромат. Обратите на него внимание, мальчики, девочки, все. Следующий аромат, который успел нашуметь. Я знаю, что очень многим этот аромат либо очень понравился, либо очень разочаровал. Каких-то нейтральных отзывов на этот аромат, если честно, я не слышала. По мне, это гениальный аромат, я признаюсь. Давно не было чего-то такого, с одной стороны, очень простого, а с другой стороны, гениального. То есть, гениальность в простоте. Это Gucci. Аромат называется Mémoire du Nudeur. Воспоминание о запахе. Начнем с того, что упаковка просто бомба. Такое классное ретро. Это стиль Ardécon. Мне нравится и цвет самого флакона, и золотые детали. К слову говоря, вот такие точеные крышки присутствуют также у их новой линейки помад от Gucci. В общем, все очень в таком классном стиле выдержано. Мне очень нравится. Должна сказать, что Gucci, как дизайнерский дом, вообще сейчас на коне. Просто все, что они производят, это супер. Это касается и дизайна одежды, и аксессуаров, их обновленной парфюмерной линейки, в том числе и нишевой. И вообще, в принципе, все их парфюмерные выпуски, даже люксовые, в последнее время были просто шик, блеск, красота. И, собственно говоря, я знаю, что многие не очень хорошо реагируют на одежду от Gucci. Она, знаете, смесь такого preppy style. Это вот, знаете, такая какая-то, может быть, школьная, библиотечная, такое вот офисное что-то с бомжовским стилем смешанное. Это, конечно, только для очень смелых людей. Далеко не все могут такое носить. Но, на мой взгляд, это очень интересно, здорово привлекает внимание. И знаете, кто очень классно носит одежду Gucci? Джеффри Стар. На мой взгляд, он выглядит феноменально в одежде Gucci. В общем, обратите внимание на стилистические решения, на дизайн. Очень здорово. Они решили в своей одежде творить черт знает что, как я уже сказала, смесь, знаете, английской библиотекарши и бомжа. А вот что касается дизайна их парфюмерии и декоративной косметики, то они продерживаются четко очень таких классических линий. В общем, этот контраст мне очень нравится. Этот аромат меня очень-очень привлек. Я считаю, что он подойдет и мужчинам, и женщинам одинаково хорошо. Если вы искали запах полевой ромашки, то это то, что вам нужно. Есть много ароматов, в которых присутствует нота ромашки. Но она, как правило, очень такая, знаете, как настой ромашки, горький медицинский получается запах. Например, такой запах в ароматах Стефаном Берта Люкаса, солнца джеда, по-моему, если я не ошибаюсь. Также в авиньоне от Ком де Гарсон. Ну, опять же, они вот очень такие лекарственные настой. А вот здесь именно, если вы возьмете ромашку полевую, которая растет в средней полосе России в деревне, в полях, и если вы разомнете в пальцах вот эту сердцевинку желтенькую, то вот он этот запах. Запах детства. Запах, когда все срывали эти цветочки и лепестки, накладывали себе так вот на ноготочки. Кстати, кто так делал, ставьте лайк. Вот, этот запах отсылает в детстве. Именно поэтому, конечно, он очень приятен. А еще, что мне понравилось в этом аромате, это то, что помимо вот этого звучания ромашки, который, безусловно, здесь вообще в центре внимания, есть такой вот, это запах конца лета, начала осени в средней полосе России. Ну, вот я могу сказать именно про Подмосковье, потому что я в Подмосковье провела очень много времени в детстве и в юности. Вот, это запах сохнущего такого сена, вот это вот, да, такой вот прелый такой запах, когда вот испаряется. Это запах скошенной травы, это запах вот этих луговых цветов, это прохладный уже вечерний бриз, это свежесть лесного воздуха, это, я бы сказала, эссенция пригородного такого, знаете, очарования природы, которая помещена вот в такой элегантный рафинированный флакон для того, чтобы урбанистичные модники, городские модники могли пользоваться этим ароматом в каменных джунглях. То есть это очень такой милый аромат, который вам бы, наверное, напомнил, может быть, санаторный отдых, или если у вас есть пригородный дом. То есть вот настолько это очень приятный, милый аромат. Он ни в коем случае не какой-то там несоблазнительный, нероскошный, нет. Это такой аромат настроения, очень-очень классный, на мой взгляд. Я рекомендую вам обратить на него внимание. Конечно же, флакон и вообще упаковка, цвет, все просто огонь. Я в восторге от этого аромата. Я им пользуюсь уже достаточно часто, учитывая мою огромную коллекцию, и буду продолжать пользоваться этим ароматом. И отзывов таких типа фу, типа что это такое, если честно, я не понимаю. На мой взгляд, это классный-классный аромат. Но, может быть, знаете, не в каждой стране есть культура отдыхать в пригороде, как, например, на постсоветском пространстве в России. И именно поэтому, может быть, попробуйте этот аромат и посмотрите на него сквозь такую призму. Знаете, возможность забутилировать отдых в пригороде и пользоваться этими моментами, да, вот наносить на себя этот аромат в течение деловой недели в городе. Очень здорово, на мой взгляд, очень милый аромат, классный. И последний аромат, который я вам покажу, это синема от Eves Saint Laurent. Я считаю, это суперклассика. Я обожаю этот аромат. Это уже мой второй флакон. Даже, может быть, третий я точно не помню. Я очень люблю этот аромат. Это как раз тот случай... Это, по-моему, начало 2000-х годов этот аромат вышел. Конечно, в стиле, знаете, золотой эры Голливуда. И, по-моему, рекламная компания такая же была. Там была барышня в очень роскошном платье. Во-первых, мне очень нравится флакон. Очень интересный, при этом лаконичный. Конечно же, цвет жидкости тоже такой вот амброво-золотистый. И сам аромат очень притягательный. Вот я считаю, это тот аромат, который смело можно одевать, когда у вас black tie event, да, когда вы идете на какое-то мероприятие, где очень строгий официальный дресс-код. Потому что этот аромат очень яркий. Он обращает на себя внимание. Он вполне может дополнить ваше роскошное вечернее платье своей сладостью и звонкостью. Это красивая бурбонская ваниль. Это замечательные, яркие, сочные цветы. Это медовость. Это гламур во флаконе. Это убер-женственность. Это, знаете, аромат уверенной в себе женщины. Я бы не удивилась, если бы, например, Мерлин Монро или другие дивы голливудские того времени носили подобного рода аромат. Вот он исключительно женский. Он очень парадный, он очень яркий. Но я должна сказать, что у меня с этим ароматом свои есть воспоминания. После третьего курса я проходила практику летом и занималась международной отчетностью во время практики. Мне, в принципе, это показалось очень перспективным. И я понимаю сейчас, что я тогда сделала правильные выборы, правильное решение приняла. Мне предложили работу после этой практики. И я приняла решение перейти с дневного на вечернее, чтобы работать и продолжать учиться. Мне это решение тогда далось не очень тяжело. Вернее, очень тяжело. Хотя сейчас я понимаю в ретроспективе, что это абсолютно правильное было решение. И офис компании располагался на чистых прудах. И во время обеденного перерыва я помню, что я тогда пользовалась этим ароматом. Я ходила обедать, причем я любила это делать в одиночку, в различные кафешки на чистых прудах. И как я тогда фантазировала, что я начинаю зарабатывать деньги первые, что передо мной открывается весь мир. Именно тогда я начала активно увлекаться парфюмерией. Именно тогда я начала активно ездить по миру. То есть для меня тогда открылись разные двери ко всем моим хобби, исполнениям моих желаний. И этот аромат был со мной на протяжении этого времени, на протяжении этого увлекательного, но очень сложного приключения. Именно поэтому этот аромат всегда имеет место в моем сердце. Я его очень люблю. Несмотря на то, что, как я уже его описала, вполне как нарядный аромат, я его носила в офис. И он продавал мне уверенность. И напоминал мне, что все мои желания, если я буду работать, сбудутся. И многие из них действительно уже сбылись. Кое-каким еще суждено сбыться. Поэтому этот аромат всегда со мной, когда мне требуется поддержка. Я его очень люблю. Кстати, напишите мне, есть ли у вас такой аромат, который вот особое место имеет в вашем сердце, что он у вас есть всегда. И вот какие-то такие важные решения или воспоминания связаны с этим ароматом. Мне будет очень любопытно почитать. Одна я такая больная, что мне для этого нужен аромат. Или вот у людей тоже есть ароматы, талисманы. Вот мне очень интересно об этом услышать. Это обещанные пять ароматов. Они очень разноплановые, но они позволят вам покрыть различный спектр ваших настроений. От того, когда хочется чего-то сладкого и яркого, вплоть до того, когда хочется чего-то освежающего или, быть может, даже комфортного или уютного. Если вы знакомы с этими ароматами, напишите мне, пожалуйста, внизу, что вы думаете по поводу этих ароматов. Напишите мне, какими люксовыми ароматами будете пользоваться вы. Конечно же, мне будет очень приятно, если вы поставите этому видео лайк, напишите внизу комментарий и, конечно же, продолжите смотреть мои видео. И если вы не подписаны на мой канал, надеюсь, вы это сделаете, останетесь со мной и продолжите смотреть мои видео. Большое спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok